Добрый день! Сегодня я хочу взять интервью у своей бабушки Погореловой Анны Дмитриевны. На её долю пришлось трудное военное детство. Бабушка, а сколько тебе было лет, когда началась война? Восьмой год. Бабушка, ты помнишь что-нибудь из своего детства? Какой эпизод тебе запомнился? Помни, внучечка. В 43-м году зашли в нашу деревню, в Донскую Балку, немцы проходили, уже наши советские войска погнали их на восток. И они и шли через наше село. И напротив, я и жила, напротив по соседству была их немецкая кухня. И вот они там готовили кушать, а с ними были румыны. Вот. И они, значит, у них много было консервов всяких, мясные там, рыбные. И они готовили, а в баночки плохо вымывали там, выгребали всё это. И выбрасывали на улицу. А мы ходили, подбирали эти баночки и пальцами вылизывали это всё, лизали. Кушать хотелось, и мы всё. И однажды вышел, этот, не русский, немец усатый, такой, он не немец был, а этот, француз или турок там, я не знаю, кто они. Но по-русски он говорил, плохо, но говорил, и говорит, женщины, чьи дети? А наши матеря говорят, наши, вы их не пускайте сюда, немцы их постреляют. А он уже, немец один вышел на порог, встал, и за кубуру берётся, и пистолет. Им интересно было, они улыбались, когда мы один перед одним бегали за этими баночками и брали, значит. Я вперёд захвачу, меня вырывает, там кто это, давай я буду. Вот. Потом я могу рассказать ещё один эпизод. В этом же 43-м году мы с мамой пошли в воды, тут Нижняя Будка у нас называлась. А немцы шли, и шли они обвозы их, и шли, такие лошади их сильные были, а большинство на чёрных мотоциклах ехали. Вот. И остановились они над этой будкой, подходят один немец, а у мамы были варежки связанные с обыкновенной шерстью русской. И он за руку берёт её и тянет, снимай, значит, рукавичку. А мама начала грубиться им, говорит, за то, что я тебе отдам рукавички, чтобы ты моего брата уже убил, а в ей брат уже один погиб на войне, уже извещение было. А этот турок, мужчина, там тоже турки семей, и он за руку берёт её и тянет, снимай, значит, рукавичку. А мама начала грубиться им, говорит, за то, что я тебе отдам рукавички, чтобы ты моего брата уже убил, а в ей брат уже один погиб на войне, уже извещение было. А этот турок, мужчина, там тоже турки семей основные были, говорит, отдайте, а он уже за кубру и стрелять. Я как заплакала, мама, отдай, а он говорит, пожалейте своего ребёнка, он вас сейчас убьёт. И мама сняла варежки и отдала ему. А уже в 45-м, в конце 44-м, в начале 45-м уже я пошла работать ночью, уже я работала. Вот, потому что кушать было, и в школу надо было, и кушать надо было. Вот, есть хотелось бабушка. Бабушка, спасибо, что рассказала о своём трудном детстве. Я желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, и хочу сказать спасибо за мирное небо и моё счастливое детство. Поздравляю тебя с наступающим 9-м маем, с Днём Победы, и очень тебя люблю. Ой, ты моя, нутики.